Приветствую вас, Марина. Я сочувствую, конечно, вашему положению. Вот. И понимаю своих коллег, они хотят поддержать вас. Вот. Наверное, это правильно, что они делают, но мне видится ситуация немного другой. Я смотрю на то, что с вами произошло, может быть не совсем, так как вам представляется помощь психолога, если вы ее видите в определенном ракурсе, но куда более полезно для вас. Что я имею в виду? Я имею в виду, что то, что происходит сейчас с вами, вследствие ваших решений, вследствие ваших выборов и ваших поступков. Вы выбрали мужчину, которому забеременели и который теперь по сути не хочет с вами взаимодействовать. Это был ваш выбор. А мы выбрали забеременеть от человека, который, мягко говоря, оказался не самым надежным. Это был ваш выбор. И подобная личная безответственность по отношению к себе, по отношению к партнеру, как бы это странно не звучало, по отношению к вашему, я так понимаю, будущему ребенку, подобная безответственность возникает не на пустых, к сожалению, местах, а на довольно серьезных системных основаниях. И очень важно для вас эти основания разобрать, потому что иначе подобные негативные ситуации, в которых, я уверен, вы больше не хотели бы оказываться, будут повторяться. А то, что вам тяжело, это понятно. И я не говорю, что вам должно быть легко. Не говорю, что вам должно быть легко, что вы должны радоваться и прочее. Нет. Конечно, нет. Но вам тяжело, в том числе и потому, что вы не умеете разграничивать ответственность. Вы не делаете на этом акцент. А возможно, это только возможно, у вас достаточно низкий уровень осознанности с того, что вы делаете. Ну, то есть, недостаточно низкий уровень понимания того, что вы делаете, ради чего вы делаете того, чего вы хотите, и ради чего именно вы хотите. Ага, вот. Возможно, у вас есть трудности с самооценкой. Возможно. Повторюсь, возможно. Я в этом на данный момент не уверен, потому что нужно с вами разговаривать более детально, чтобы понимать, о чем конкретно идет речь. Да. Вот. И тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Сейчас таких выводов делать, конечно же, нельзя. Грубо говоря, я вижу свою роль как психолога в вашей ситуации, чтобы подобная история, подобная ситуация с вами больше и больше не повторилась. Чтобы вы никогда больше не оказались в такой ситуации. Но чтобы вы не оказались больше в такой ситуации, за это необходимо что-то сделать. За это необходимо менять что-то в своем поведении. На данный момент я боюсь, что вы, ну, мягко говоря, не совсем, не совсем готовы что-то менять. Не совсем готовы что-то делать. Вот это меня больше всего в вашей ситуации, пожалуй, смущает. Потому что вы хотите получить совет, но вы не сказать, что хотите, например, разбираться в себе. Когда вы, например, не видите проблематику этой ситуации, вы себе хотите получить совет? Ну, мне кажется, что, мне кажется, что есть в этом, наверное, еще одно проявление вот тех, тех трудностей, которые у вас имеют место. То есть, это, ну, грубо говоря, переостановка местами, причина следственных связей. Парень пропал и не интересуется мной. Ну, что мы с вами общего, как вы поднакомились, в каком, какой контекст был вашего, ну, вашего взаимодействия, ваших отношений? Я сама беременна. Ну, опять же, вы же как-то пришли к беременности. Не просто, что в недавно вы оказались беременны. Правильно. То есть, скорее всего всего. Ваши, ваши действия и поступки привели их к беременности. Идея в том, чтобы разобраться в них. Идея в том, чтобы, чтобы понять их. Идея в том, чтобы лучше разобраться в себе. Дальше. Вы пишите. Два месяца не общались, но вчера я мне написал, и он заобщение не открывал. Почему вы думаете, что если два месяца вы не общались с человеком, то, написав ему по истечению определенного срока, он нам ответил? Простите, с чего вы это решили? Что указывает на то, что так будет? Ну, опять же, не совсем понятно. Я не хочу ругаться. Из-за чего бы? Надо спокойно поговорить и выяснить для себя, что. Что именно? Понимаете, если вы хотите что-то для себя выяснить, что и снуждаетесь в обратной связи другого человека, здесь есть недоверие себе. Вы недоверяете себе. Вы, что называется, перекладываете ответственность за свое состояние и за свой выбор, за свое решение на мужчину. Как угодно это можно, в принципе, объяснять любыми абсолютно способами, любыми абсолютно фактами и так далее. Но суть остается сутью, что вы перекладываете ответственность за свое решение на мужчину. И в этом кроется ваша беда. Почему? Что очень просто, потому что благодаря такому подходу вы становитесь зависимыми. И, собственно, именно зависимость тяжелее всего вам дается в данном случае. Причины недоверия себе нужно, конечно, исследовать и разбираться. В противном случае вы всегда будете нуждаться в том, чтобы кто-то разрешил ваши жизненные потворечия. А это, как вы понимаете, я надеюсь, существенно снижает вашу ценность как партнера. Дальше. Так, злонила трубку не поднимают. Вот как дальше мне поступать, чтобы что, что делать не знаю, чтобы что. Я как-то до алиментов не хочу давать их подавать в суд, почему. Но мне тяжело сейчас самой справляться временно без поддержки. На что вы рассчитывали? Ну, то есть давали мужчине какие-то обязательства, обещали вам что-то. На что вы рассчитывали? То есть то, что вам тяжело сейчас. Это понятно. Но как вы пришли к этому? Потому что вам очень тяжело. Ну, лишь на вашу помощь. В чем? Что вы мне подсоветуют? Ничего. Советы психолога не дает. У меня прям крик души и хочется плакать. Из-за чего? Хотя я уже плакал. Благодарю за рану. Ну, скорее всего, вам мой ответ не понравится. Единственное, что могу порекомендовать это, пожалуй, заручиться поддержкой ваших близких, друзей, знакомых и родных. И с помощью них как этот момент пережить. Если вы на раннем сроке беременности, то обращайтесь к психологу. Психотерапия поможет и вам, и ребенку. Ну, на пользу пойдет. Если срок беременности достаточно уже большой, то тогда лучше родить и уже после рождения ребенка обращаться к психологу. Вот, разобрать ваши проблемы. Потому что слишком большая есть вероятность того, что ситуация повторится, если с ней ничего не сделать. Ну, скорее всего, вы находитесь в власти родительского сценария, который не позволяет вам строить близкие отношения. Вот такие вот, знаете, по-настоящему близкие отношения, когда люди друг другу доверяют, когда люди надеются друг на друга, когда люди могут положиться друг на друга. В хорошем смысле этого слова, без какого-то негатива вас этого, к сожалению, нет. Вот, и, соответственно, можно говорить о том, что у него есть страх близких отношений. Вот. Из-за чего он этот страх возникает? Ну, это вопрос. Можно или нужно на эту тему с вами поработать, опять же, да? Ну, тут вопрос заключается только в том, готовы ли вы. То есть, ну, можете ли вы. Ну, конечно, вполне может быть такая штука, что вы просто не готовы. Вот. Вот. Ну, такое, такое может быть. Вот. В этом ничего не страшного. Ну, просто нужно, нужно вот, что называется, ну, как-то вот, быть уверенным в том, что психотерапия пойдет вам на путь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.